на меня на читерил себе плюс престижа минус стабильность плюс содержание общем было что в этот раз вышло хуже чем в прошлый раз или то же самое афиг а нет нура ой бог ты мой сколько минус стабы хорошо за зашел за читерил хорошо а у кого там малая надо посмотреть у меня минус 300 я уже принял половину вот что делать если у тебя минус 300 было то надо было не вылетать в прошлый раз шикарно дипа репутация минус как будто я кого-то присоединил оп-чинес . нету просто и повстанцеваю друг с другом вы меня сзади а это секретная стратегия смотри сейчас ты поймешь ребята почему я выбираю дебаты и у меня нету ни одной цели для дебата потому что у тебя добавлено в парламент больше провинции чем надо и что теперь надо либо расшириться чтобы провинции удовлетворяли количество у меня 9 провинции это нормально вообще-то или не спорно вероятно у тебя в районе шести должно быть не народ или почему-то плотный бюджет еще потому что пауза неожиданно государство это я не пауза грозу так он бы просто не только в каких-то я ведь я посмотрели мирового флота малая в том что в одиночке да у меня все нормально с парламентом работала сетево не работает просто все осман рисует не знаю ты слишком много пробок добавил но чё сказать насчет флота малай таком флоту можно только позавидовать и посмотри на военки ну точнее на детей это просто же количество проблему флота малая то что ее тяжелый корабль будет эквивалентом одному ее три тяжелого корабля будет эквивалента примерно двум кораблям англии у флота малая нет никаких проблем флота малая нет шансов торно три раза больше вчера ходите по этим в два точнее раза больше лимит чем твой чтоб ты понимал что такое малая она далеко не расходиться да да можете расходиться я посмотрю дело это османская империя в центре европы ты чё туда пошла кто тебя туда звал зачем чужую трубу шатаешь господи о чем все сразу так он нет был трубу у меня надо было кого то потому что я убрал францию бургану ну спасибо как мин пошли мы видим пока да я сказал что мне надо кого то ты сказал я буду расценивать это теперь считает агрессия только начало свою тайную дипломатию но если он еще забудет и перепутать что кому говорил будет вообще идеально виктор виктор сейчас немного подожди и можешь на меня посмотреть что со мной случится буквально не знаю полгода человек расскажет мне что то мы произошли а это кто это и пункт все нормально тебя убили не агентами на пунктах португалия гостей и перейти в третью комнату португалия да ты офигенно богатый португалия но и так и быть надо посмотреть на японию вдруг там что-то интересное у меня ничего интересного да ладно объединенная япония вот один работает только это он не работает колонист нигде и потыкай его должен работать что колонизировать если я пойду об стране на меня малая точно нападет а северная америка вот северную америка я сейчас пытаюсь так и выйти на одну границу порты хотя бы увидеть ее и не бойся малая это малая которая сейчас она тебя даже проглотит и не заметит я боюсь что-то все все боятся даже я кого-нибудь выбирайте себе по вкусу где сидеть антинема по ухты вот это супер назвали малая будет бить лицо россии ужас ужас он может через кого правда не знаю да тогда через я поди через китай он очень хорошо повоевал саюте от этого человека фиг знает что можно ожидать а ну надо послушать что там у них за сговор китайский так давайте послушаем что-то конечно и типа варианта ну ну значит надо было бургундию хава сау начал кто с кем уже не дружит бургундия с польшей с францией что ли да окей а вот такая большая страна изгой верность пока наверно в общем так как перейти могу перетащить давай и я просто не умею пароль все перетаскиваю куда тебя в огромную сетевую ну да перетащил и шо вы тут перепаяли все у нас супер можно сказать сегодня новая эра оба союза развалились и образовались новые рассказывайте я понять не могу потому что эта серия выйдет только в середине в конце февраля брали и уже будет не актуально к тому времени вы уже и расскажет всем но это ты можешь увидеть на моих сериях не в моих интересах ваши союза раскрывать а вот так как я не знаю 8 но я как минимум могу это подтвердить хотя чё тут чё тут говорить тут если видишь кого-то в комнате уже можно думать шоу наверно там какие-то союзы происходит так австрия я тебя перетащил по просьбе польши с вами хорошо давайте кидайте мне вот прям сейчас аркому да никому союз кидать нет это бургунь ты пока фабрикуют претензии на францию австрия с миланом кидайте нам бургундии союз мы сейчас дипломат спорте вы чё хотите прям войнушку запилить под против франции нужно иметь плывки меня не говорить на какие провинции лучше фабриковать на шампань фабрику шампань минус 29 лучше отношения там на 10 надо подарок 25 меня а что со вторым союзом лорандикус кто там развалился я так и не его обидела что я наставил на войне сам франции и вот такой решил что нужно не пили а правильно понятно я думал у них снэма что-то ну ладно посмотрим и нам тоже выясним а все куда сложнее чем ну не сомневаюсь все вообще сложно а китай зачем они ну понятно в принципе уже такое время когда далеко не означает очень далеко все еще все очень близко больше можно сколько сколько денег ну сколько больше не очень много денег вообще не а на руку не это сколько и кого бы там 300-400 милан ведь муж скинуть еще португалии англии сюда хорошо сейчас ты был призван по зову польши это кто господи португалия и португалия португалии ну по-братски по-братски кто-то там меня там даже за европейскую страну не считал это я такого не говорю я не считаю сразу не скидывать ему это кому я даже не тот кто не считает я чет а этот самый азот находится вне зоны досягаемости к нему придется идти лично они с кости лечет там труд я те могу 200 голды дать но пока не более мне сейчас начнется позже на май сколько есть только могу дать а уже война идет все-таки хорошо играть меня франция против британии призвало ты же улучшаешь на отношении все пошел я туда докладывать все зоны качество улучшить но стопись можешь убрать был то там хитрые планы узнал теперь у вас хорошо мы отдельную комнату будем занимать австрия ты была призвана по османскому зову султан учат от тебя вы на ковер помню у меня зазывают и и и и но я пришел к но я пока не знаю но лорд что рассказывает его слышал мы не прервали так короче лорд совсем поехал походу крышу там хорошо я скажу туда объясню ситуацию я забрал австрию она пока не с вами ее призвали туда султан разбирается в чем проблем почвел неладо пошел я то есть лорандикус решил сменить так скажем если бы я если что-то было по-другому если бы я хотел захватить вену и все остальное я бы тебе сейчас не помогал в этой бессмысленной нет я не нет мне просто интересную ситуацию понять все сложно не так ну вы же понимаете что вы не обязаны требовать друг от друга что-то и менять союзы это нормально то есть ну как бы и даже сообщать об этом уходи витя уходи осман я короче я хочу все это послушать тихо я хочу тут короче такое дело смотри лорандикус подвел к моему неаполю 40 тысяч войск мне нужно вывести контингент в неаполе на твоих кораблях соответственно я не знаю сколько у меня там у меня транспортника в 16 ну вот как раз будет движение для флота паузу ставьте и переводите я посажу как перевести сама чувствую то что до тебя нет никому никакого дела бедная пони победу китай любит тебя и спит я ночью мы с мыслью а тебе да я знаю и еще мне нужны деньги нет так вопрос к австрии так как ты не дослушал в лорандику за тебя перетащить вниз и скинь сменяем боргу все я австрию перекинул и так идет поглощение британина не пройдет потому что это старый патч вы же не можете обновиться поэтому придется ждать пока будет как от нужное количество дипки а в новом патче можно без дипки это делать в новом патче можно минус уходить а супер тем самым я себе жизнь продлеваю потому что они мне не могут войну кинуть пока ты воюешь с а типа польша войне с тобой так португалия просит заглянуть да я их двоих призвал после этого вы смотрите ребят такая тема те кто сейчас со мной если может больше не союзники посмотрите короче 13 воентех он берет если берем ой и 15 если берет воентех у него будет 67 морали вы понимаете что это такое это соотношение один к двум получается 67 морали это больше чем у нас всех даже больше чем у меня 15 он к 1580 в лучшем случае возьмет нет у него есть фокус и это сделать достаточно быстро кто пришел плохо англия тебя хотели видеть внизу в польской камере заходи англичанин ты как вообще что ты думаешь в польской камере в польской камере когда 20 линейных кораблей поднятые даже если на францию нападут ты же как бы в оборонительной войне англия кто сейчас отлетишь а то есть ты обязываешься от оборонительной войны ну у меня сейчас деньги в минус у меня сейчас остание знаешь я тебе даю возможность заховать брабант я скинул с него этот франция подожди а ты готова тебя кинула а кто спрашивает да возьми я вообще хотел как кастилец войну скинуть тут не недавно так что готовься зачем кастилец войну собрался кидать я откуда знаю зачем он собрался скинуть войну а он тебе этому ты ему кастилец хочет андалузии кинуть войну ух ты новые нитки шьются союзов это интересно ну то что англия идешь туда если что можешь меня в любую войну призывать милашка да и у меня получать отращиваться сидит чуть 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 да не надо его субсидировать меня просубсидируй не надо не буду мой банк уже просубсидируй меня просубсидируй субсидируй да если вы хотите куда давлять деньги из этого брака со мной и союза и нет общей границы фраус есть реза Австрии в случае войны тоже на нашей стороне австрийца тут нет я австрийца перенес вниз кто-то подсказывает мне что параливать его там обрабатывал я с тобой как я ремень да оно самое у меня правда перегруз по дипломатическим связям если вы хотите быть с францией то помните у нее полторы тысячи долга странно почему меня мрамор не просит дать ему денег ты действительно которым я не попросил денег а ты кто португалия я тебя просил деньги но ты сказал я тебе типа не дам сейчас потому что зачем я тебе только дам под один процент или что порта лишние деньги уже нету уже все кто могли попросили австриятия просто сесть то есть деньги которые я тебе дал ты всем раздал да австрийца ну ты сказал что я могу их потратить как хочу ну ну просто не понимает что короче надо что тарус миллионам а я пока сижу так пошел я в турнир надо разрывать османа можно узнать новый слизи я не понимаю просто кто что я но нам француза дала ант блин ты короче не заторны да я сижу пока я буду смотрю чем будет будет союз надо разорвать потому что он тебя призовет за война либо тебе придется воевать против меня либо тебе придется терять 25 престиж этом престиж точно сейчас он тебя в любом случае призовет потому что он будет всех призвать союзников кто астрея заключила стоит в лунде торн только услышал увидел я все говорю куда то что те кто то еще да и там так приходу если нам короче я понял вы все правду про диму сказали я думал диму другое но на самом деле оказался такой как ты говорил такой вид не будет мутный короче тип вообще он не мутный он не ленивый до договоров он прошерстил все на договор причем договоры он не договоры я тебе переписку могу скинуть любому зрителю я тебе не отвечаю если сейчас кто-то это смотрит пишите мне я вам переписку скину с большей потому что просто взял сказал типа прости если больше дел не имею до поселения пока так так он так всегда разорвал союз со мной бать батьку батьку зато союза торта и мрамора наконец-то состоялся союз меча и орала убирай меня с этого я вот в том ты прикол что и дипку не могу как бы себя улитского мне кидать мин получается кидать соперник я так понимаю соперник пошел я туда два слова слушал он союзе с соперником значит он так теперь к вам пришла рогатая жаба потому что послушала там все что какие мысли есть не рассказываю что-то куча интересных перетасовок вы меня просто удивили я уже поторопились еще два еще два года окей пока поднимаем боевой дух а вы займы отдавать собираетесь или так у кого там а или нападать пока меня 4 займа но 4 это не считает ну да и так насколько я понимаю ваш блок состоит из речи посполитой бургундии австрии милана и а англии но англия пока раз два три 4 не а ну хороший блок все близко но достаточно ли у вас сил это у нас лучше пожалуйста со мной отношения то я потом не смогу кинуть китай это самый шикарный союзник особенно если он вас не видит ну да витер пиццком будет хорошо воевать против франции идеально особенно против нее а вдруг на китай малая нападет укусит за дождь китай не китай это очень хорошая сила финансовая если он будет финансово китай димаш субсидии кинуть кому ну мне машинкам но сейчас в деньгах нуждается бургундия из вас но ты видишь только речь посполитую я польки я польки брошу монет 400 а полька перепросит этой бургундии и все а субсидии это ты можешь кинуть не хочу что наши союзники точнее наши противники бегут союзицы и уже думают они реагируют на изменяющуюся ситуацию оценивых 59 91 ну неплохо у милана так дела и идейки такие интересненькие миланские количественное качественное влияние и речь посполитая интересное там вроде говорят что ты сможешь себе пропать боевой дух до семерочки каким-то техом пятнадцатым да что за маневр такой интересный ух ты плюс один что плюс один стартовый боевой дух будет считаться не от трех от четырех процента это из-за техов и я уже ему с топом я говорю наши соперники в очередь меня вы малая малая ты тоже тут и в этом союзе участвуешь или просто но это серьезный мозговой центр который если что может прийти на помощь у вас там у азиатов сильная такая рука монетизированная вы можете оплачивать войны как хлыстом рукава европе ну там две империи бургундия ты же понимаешь вот ты будешь на острие любой войны и тебе как бы к этому нужно подготовиться и твои минус 57 престижа это для войны в общению то есть у меня у меня плюс пять престижа в год не но я про то что ты свою армию не бросая в ключевые сражения 1 1 я по я это понял до чате австрия ты наверное если что ко мне пойдешь с османами воевать они там рекрутов нанимают нанимают принимают кингу ну кто придет с ним и я сам справлю у них 100 тысяч уже на балканах так раз война таки состоится давайте проанализируем наличие рекрутов и армии финансы ну чё австрия красава выглядит вроде неплохо пока там у австрии есть деньжата единственное что инфляция большая и минус сейчас большое из-за чего советники дорого обходятся я на третьих я взял двух тебе нужно я так понимаю по тех мне дешевле возьму средненько время войны чтобы деньги были 13 11 13 11 12 12 а идеи какие я через год давал запрос на войну ну вот отлично у тебя религиозная война закончится в другом де рейкинский советами так а рекруты не нужны наемниками воюй но как раз я в декабре еще беру 13 наемники вижу рекруты точнее армии вижу больше топа воентехи про игрок флот вижу доход тоже вижу кстати размер военных традиций посмотрим кто и как будет готов к войне у вас примерно на одном уровне он англия тут убери меня из соперника четырнадцатый воентех ухо уже уход четырнадцать тогда мне надо австрию кинуть не надо австрию кидать кинь кастинг но у меня связи много это а кого ты англия ты улучшаешь отношения пошел я смотрю но пока не надо тоже меня связи много англия ты собираешься пока в нейтралитете добыть англия да ну ага понял вижу твою ситуацию интересная ситуация англия ты мощная макинуть соперника перемирия кидайте всех австрия как союзник может пригодиться все как что-то начнете паузу ставьте и маякуйте я к вам подойду ну ждем так теперь я вас анализирую анализирует это все плохо можно сливаться я в австралию на кого андалуся собралась на показе или он не хочет агрессия агрессия санальными я понял короче здесь меня просто взяли на этот здесь не можно наливать уже а может дать у меня сиена аннексируется и дипка не приростает вообще то есть если у меня 50 процентов аннексации сиены я уже затратил на нее 500 очков успокойся в ситуации есть выход нет а если ты ее аннексируешь это аннексируешь ты ее за конечное число очков то есть ты ничего не потеряешь из того что должен разве что тебя разобьют и заставят от а вот если он отменит то потеряет это да но сиена очень богатая очень очень богатая то у меня не во врагах продайте мне корабликов не надо армию перекинуть меня продал у меня транспортов нет в чем проблема османской империи если и не лень помочь перекинуть армию французов потому что на соперники сколько кораблей надо а елки я буду их полтора года строить у меня в чем проблема османам отдать 16 транспортников андалусия андалусия дает 16 транспортиков франция франция дает 16 трамп это сложно ну да да надо прокинуть через это какой сложный продай андалузии транспорт или россии андалузии до или рашки на время переведите корабли заранее туда ближе к продают ну что будет потерь да 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 потому что от флота андулузия нужна андулузия вы отвлекаете от чего кастелья не хочет освобождать сус а ты хочешь съесть каталонию то мы говорим о господи началось дайте мне транспорта я тебе денег дал сформирование я уже спасибо я уже спасибо но у меня по-прежнему 1200 займов что он прости что было подожди ну я вступал войну на словах тех что мне сказали ты обосрался ты ссу армию и за тебя мы еще пять лет воевали в силу на войну понятно вы разозлили вы разозлили а сус хочешь да да мне это да горы напал там такой я в войну вступил давай мне я продал я тебе этот провинцию дай она эту крепость буду у тебя брать это и восстание потом ты этого не примешь помощник ну в общем это успех так хоро кипишевать на лошадь тебе а что кипишевать тут каждому есть что кипишевать не все хорошо у меня тоже не все хорошо сейчас развалюсь вот еще посреди посреди посредники подъехали за этот 10 голды у меня взяли что за посреди мне сейчас войну кинут прямо сейчас с подождите в этом месяце походу бурга кинет боже храни короля ну кида и право прохода бурге ригенский совет а да 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 как он тогда мне войну объявит у него сейчас через год живет наступает 3 сентября в этом году меня религиозная война а ты не хочешь быть протестантом ты хочешь оставаться католиком а у тебя а католические фанатики пацаны уже чуть чуть менее потно чем было дайте мне еще денег у меня нету я с ним опрошу я коплю подушку насчет войны через 22 до дайте так смотрим вашу готовность к войне я как бы армию нарастил с 45 тысяч до 70 мало для россии я переформируюсь больше пока ник не тянет казна слушайте как-то все так рандомно переберем а почему вдруг сменились версия тебя очень уважаю спасибо спасибо помог потому что в игре промежуток в неделю этого очень достаточно чтобы провести все переговоры не хочется освобождать это началось нет смотри когда я пока флот на время у себя оставлю я не хочу предкастили я хочу забрать сус когда я сказал что мне по войне отпадает сус ты великобритания сам сам лично сказал само собой помнишь это но не хочет их понять через 10 лет провинции уже не национальные я не хочу терять 300 м подожди пока у него религиозная война начнется во всяком случае ты в любом успеешь случае напасть на него я не понимаю что они медлят это решаются и не я не не понимаю чего они ждут утром в рейхе слава надавая ноги третьего сентября кончается подавим им моральку покажи свою армию около границ или речи с полетой я плохая идея ну хоть одну две поставь вам бы лучше демонстрировали не армия технологии посмотрим как он будет реагировать все это технологии вам показать нельзя ну точнее нечего показать в технологиях кастель и англия в отдельный канал давайте французской боевой армии пока нечего показать чё там этап мобилизации будет нет вот это вот со стороны османской империи вообще глупость то что он сейчас делает я просто это глупость просто давай поговорим а ты посоветовал реальную глупость спровоцировать но я не буду говорить чтоб этой глупостью не воспользовались я не знаю как тут информация перетекает просто все я побежал рассказывать а отчим по а там могут кто то что то распустил я не кто то что то куда то подвел а это что то воевать совершенно не готово да если сейчас по факту объявили войну то просто могли бы ням 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 и шутнуть всю осмазку суперскую армию мне войну кинули только что вот от бурги а у бурги нет минуса подожди а у него 3 сентября что сказал все все нормально война началась франция тебе нужны деньги сюда только там подожди сейчас так короче уже дал начался он же война великая война да будет великий шухер посмотрим сколько с одной и с другой стороны войск нисколько я один воюю у ну ты-то воюешь сиеной а тут я смотрю на количество сил других игрок ну надо подключаться нападаем на кого на польшу на австрию на поляна за союзился с мином а что если напали то мин автоматически вступают я предлагаю напасть на милан если англичане конечно сейчас разорвет союз а я дайте угадаю англичане сейчас находится не у нас в чате да это шоу чё было а зато чуть выше с андалусией решает споры ну вы жмите паузу и проводите все необходимые переговоры а то потом будете страдать из-за того что один или два вак рожа да мне интересно что они могут потребовать по миру видишь и проиграют да чё патри пожалуйста англичане мы на милансе я не могу позвать он вне моей этой самой перейдите туда выше или кто-то перейдите но держите паузу и ведите переговоры обрабатывали а можно в отдельный канал у тебя началось меня дёхать так торн вот он англичане только что был здесь разгром франции так хорошо вы войну объявили давайте посмотрим что у вас там я посмотрел что а кого вы рассчитываете с кем рассчитываете воевать с той стороны то есть у вас прогнозы есть османы московия мамлюки франции османы московия мамлюки франции то есть четыре страны да ну мы угадали не знаю сейчас вот это вот пауза она призвана все под всю подготовку провести с той стороны вы то свою подготовку я так понял все уже начали но я веду с собой поиск россия там и сам уже идет уже мне чего вот так своей одной армии и участвовать на севере там до саждаем просто возьмешь это крест